У казахов потоп, так им и надо. Солва украинского журналисты разозлили Казнет. Журналист и блогер Апостол Дмитра Карпенко заявил, что он не сострадает жителям Казахстана. У казахов потоп, ну и что, так им и надо. Вы больше помогайте Путину, может еще что-нибудь произойдет у вас. Я понимаю, сейчас будет много комментариев, мы сочувствуем. Ни хрена, я не сочувствую Казахстану. Ничего хорошего от Казахстана мы не получили за два года, заявил он. Карпенко заявил, что у него есть документы о закупке Казахстаном оружия для России. Казахстанцы в соцсетях отметили, что не нуждаются в сочувствии Карпенко. Ранее сообщалось, что России удалось получить постула в поставке оборудования в ход санкций через Казахстан. В феврале 2024 года президенты Украины и Казахстана Димир Зеленский и Касым Жумар Тукаев провели первый телефонный разговор за год. Зеленский поблагодарил коллегу за предоставленную гуманитарную помощь. В последние недели Казахстан охватили сильные паводки. Тукаев назвал их крупнейшими стихийными бедствами по масштабам и последствиям за последние 80 лет. На сегодня во восьми областях продолжается действовать режим ЧАЭС местного масштаба. Генпрокуратура РКС сделала заявление о последствиях паводка в Казахстане. Чиновники проверяют на халатное отношение к своим службам и обязанностям. Тукаев пообещал компенсировать потери.